О поправках к законопроекту поговорим с депутатом мажориса парламента Светланы Бычковой. Светлана Федоровна, рада вас приветствовать. Судьи наделят правом самостоятельно истребовать необходимые доказательства, а также высказывать свою позицию участникам процесса и при этом выяснять и обсуждать с ними обстоятельства дела. Что в первую очередь это даст нашим гражданам? Что будет теперь? То же лицо, если оно не обладает даже достаточно юридическими познаниями, оно будет находиться как бы под покровительством судьи. Судья по ходатайству этого лица с первой по последнюю стадию процесса он будет оказывать ему содействие. Что мы получим в конечном итоге? Если сейчас при формальном отношении суда, которое связано с тем, что судья действует по нынешнему закону, происходит зачастую не разрешение дела по существу, а рассмотрение дела. То есть формально дело рассмотрено, но оно ничего не дает. Решение ничего не дает стороне. И она вынуждена методом проб и ошибок еще и еще раз обращаться в то, чтобы получить действительно решение по делу. Стороне нужно не рассмотренное дело, а точка в том споре, в который он вошел. Теперь это будет достигнуть гораздо легче. Я правильно понимаю, что раньше было так? Если недостаточная доказательная база, тогда судья полностью возвращает дело? Ну, в общем-то, там может быть по-разному. Не то, что возвращает дело. Там судья работает таким образом, может работать на той базе, которая есть. Если он попробует вмешаться в дело, то он уже приступает в закон, и он в лучшем случае будет наказан за то, что он нарушил процессуальный закон. А в худшем это вообще будут, в общем-то, те обвинения, которые связаны с коррупцией. А сейчас это будет официально. Официально, но это будет объективно, беспристрастно. И при этом принцип равноправия сторон, он будет реализовываться не только в законе, на практике. Стороны будут равны, равноправны в аспекте юридической силы, так будем говорить, в процессе. А не приведут ли новые полномочия служителей Фемиды к коррупционным рискам, если вдруг судья, скажем так, начнет занимать позицию одной из сторон и действовать в ее интересах? Весь процесс полностью, он будет прозрачен. То есть судья, начиная с предварительного слушания по делу, он будет находиться реально под объективом. То есть все производит в атмосфере видеофиксации. Я правильно понимаю, что участникам судебного процесса разрешат пользоваться гаджетами? Также они смогут участвовать в судебном разбирательстве через коммуникационные сети? Лицо, обладая тем же смартфоном, оно может из любой точки фактически мира, если технические условия позволяют это, оно может участвовать в судебном заседании. Вот это действительно, закон это позволяет. По каким категориям дел? По определенным, наверное? Фактически нет, ограничений здесь нет. Фактически нет, это примерно то же самое идет, как общение по скайпу. Ну, прощенное говорю, да. Мы видели эти примеры, что человек в другой стране, он в другом городе, находясь у себя в квартире, оно спокойно участвует в судебном заседании, и все видно, и с той, и с другой стороны, и процесс не нарушается. Спасибо за интервью. Желаем вам успехов в законотворческой деятельности.